Друзья, всем привет! Сегодня у нас в ремонте плата от подписчика. Это компал ЛАА7912П. Заявленная неисправность не включается, по-моему, не помню то ли залито, то ли нет, хрен узнать короче. Значит так, плата с виду чистая, каких-то следов залития на первый взгляд не заметно, то есть как бы все хорошо. Да, хорошо да не очень, залита у нас оперативная память. То есть оперативку мы сразу откладываем в сторону, чтобы она никак не влияла на нашу диагностику. Оперативка быстрее все дохлая, думаю, на 90 процентов. Вот, поэтому поставим тестовую оперативку, а может на этом ремонт у нас и закончится, собственно говоря. Давайте проверим, нет ли у нас короткого замыкания по первичной цепи по 19 вольтовой, ну на всякий случай. Вот, а потом уже будем подавать питание. Встанем здесь на токовый датчик. Ну и как бы по первичке все нормально, килоом мы попробуем подать питание. Итак, подключаем питание, нажимаем на кнопочку. И, собственно, имеем вот такую картину. Давайте посмотрим, что у нас происходит по питанию. На удивление дежурка присутствует. 5 вольт и 3 вольта. Соответственно, если есть у нас напряжение по силовым каналам, значит есть напряжение по ЛДО. При таком потреблении вообще весьма странно. Значит, ввиду того, что у нас по 19 вольтовой цепи все как бы хорошо, дежурка присутствует. А что у нас тут еще есть? Что-нибудь нет? Навряд ли тут еще где-то что-то будет. Давайте попробуем шавануть биос. Соответственно, это вот эта вот микроуха. И с обратной стороны платы вот эта. Итак, друзья, перепрошивка нам не внесла никаких изменений. То есть никаким образом появление платы не изменилось. Давайте попробуем подключить тестовую батарейку. Посмотрим. Не знаю, что-то посмотрим, есть ли у нас вообще какие-то тут напряжения, как он себя с батарейкой поведет. Будет ли заряд. То есть, по идее, батарейка там при всех, при всех, при странной системе, система питания должна как бы заряжаться. Кстати, да, у нас в мультиконтроллере также имеется прошивка, но программатор мне отдал концы, поэтому пока, пока с этим делом никак. Так, давайте подключим аккумулятор. Так, давайте посмотрим, что у нас на аккумуляторе. Есть, что нет? Что-то есть. 10 вольт. 10 вольт. Так. Какая-то у нас распиновочка-то. Так, два первых у нас, это вот, плюс питание. Дальше термодатчик. Что-то тут, так. Дата-клок там понадобится, да? Клок-дата. Напряжение у нас отсутствует. Посмотреть, откуда там у нас, куда подтянуты линии-то. Дежурка есть. Соответственно, причем дежурка есть и та, и та, и силовая, и ЛДО, и... А тут ни хрена нет. Так, ну и давайте подадим питание. Посмотрим, будет ли заряд. Но заряда не будет, потому что... Все плохо. Нет у нас подтяжек линии. Так, подадим питание. Давайте пробежимся еще. Что у нас тут? Никаких изменений нету. Здесь напряжение аккумуляторной батареи. Так. Ну и клок-дата у нас тоже ни хрена тут... Ничего не появилось. Давайте отключим аккумулятор. Тут у нас земля-земля. Вот здесь клок-дата. У нас какая-то 0,3 вольта, и что-то у нас тут... Штробит, блин. И какой-то звук такой идет щелкающий. Такой бам-бам-бам-бам. Что-то как будто так. А вот здесь откуда 18 вольт, я не понял. Вот это у нас 18 вольт на плюсе. Аккумуляторной батареи. Откуда там 18 вольт? Не должно быть. Там вольт 3 должно быть. Так, а ну-ка давайте посмотрим, как у нас поживает батфет. Что-то здесь не так. Вот это у нас батфет. ПКЮ-1. Какой там? 11. ПКЮ-11. Так, вот это у нас сток. То есть вот эта сторона с адаптера питания. Вот, а вот тут... Вот это на аккумуляторную батарею. Этот батфет должен быть закрыт. И... Вот здесь ничего не должно быть. А он открыт. Ну... И почему-то напряжение вот у нас, да? Почему 18 вольт? 18.6, так сказать, просадка. Ну, давайте батфет проверим. Эй-каш. Так, переключаемся в сопротивление. Ну, и 3 Ома, сток и сток. Ну, быстрее все пробит. Ну, то есть батфет сейчас снимем. Мы посмотрим. Мы его снимем, пока удалим. Он нам, в принципе, нафиг не нужен для работ без аккумулятора. Давайте его сразу проверим. Ну, как бы он пробит у нас, конечно, но... Ну, да. Тухленький. Конечно, на железку поставил тухленький. Ну, да. Окей, так. Батфет мы сняли. Так, подаем питание. Смотрим, что у нас здесь. Смотрим напряжение по входу. Ну, вот сейчас у нас нормальный 19 вольт. То есть вот эта сторона у нас со входа адаптера питания. Вот эта. А вот здесь. Это батарейка. Вот сейчас значение нормальное. Кстати, можно посмотреть. Клок дату у нас должна быть подтяжка к 3 вольтам. Земля, земля. Вот у нас 3 вольта. 3 вольта. Вот это что у нас. Не помню. Ладно, неважно. И плюс-плюс. То есть здесь по колодочке у нас все нормально. По колодке все нормально. И это радует. И щелчки у нас пропали. Вот. Поэтому сейчас мы... Так, поставим пока радиатор такой. Сейчас попробуем стартануть. Посмотрим, есть у нас посты. Вообще нет. Чего есть? Чего нету? Чего не закоротить-то? Так. Поддаем питание. Стартуем. Ну, по идее, стартанули. Нормально. Так. А ну-ка, давайте попробуем с этой памятью. Бестолковый. Тут у нас вот стопор на таком пасте. Без памяти 20. Итак, давайте попробуем стартную матрицу. Ну, и картинка у нас имеется. Это хорошо. Сейчас накинем систему охлаждения и проверим, работает ли дискретно видео. И на этом будем ремонт считать завершенным. Да, ну и зашью я назад родные дампы. Продолжение следует... Итак, друзья, у нас залиты на родину родные прошивки. Устанавливаем батфет и рабочий модуль оперативной памяти. Подкинут жесткий диск. Включаем питание. Включаем, нажимаем на кнопочку. Родной BIOS у нас на плате 203. И хочу заметить, что на этом BIOS у нас имеется пункт переключения графики. То есть мы можем выставить либо интегрированную графику в процессор, либо переключаемую графику. Соответственно, если мы выставляем интеграшку, то у нас после загрузки в диспетчере устройства мы будем видеть только интегрированное видео. То есть процессорно нашего дискретного не будет. И, соответственно, если нам необходимо отключить дискретку, если она не работает, то не надо тут ничего снимать, там снимать дросселя, там всякую ерунду делать, как некоторый народ делает. На версии BIOS выше 203. Я, конечно, могу немножко приврать, но быстрее все нет. Там, по-моему, следующий идет 2.15 и там дальше. Значит, вот этот пункт переключения пропадает. После запуска платы мы имели такую картинку и дискретный адаптер работать в 3D никак не хотел. Как мы можем видеть, сейчас у нас отображаются версии BIOS, да, и все те параметры, которые необходимы. И наша внешняя дискретная видеокарта работает нормально. И вся проблема была, как ни странно, в драйвере Intel. Все параметры видеокарты в GPU-Z и нормальная работа в 3D-приложениях стало возможна только после переустановки драйвера Intel с сайта производителя. Итак, нам осталось проверить аккумуляторную батарею, поэтому мы нашу батарейку подсоединяем. Компьютер электропитания. Как мы можем видеть, батарейка заряжается. Давайте отключим питание. Можем видеть разрядку. И работаем мы от батарейки. Подключим питание. Пошла зарядка. На этом ремонт можно считать завершенным. Плата отправляется в холодильцу. А вам всем удачи и пока! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин